День космонавтики День космонавтики Планируем мероприятия на улице И всегда это риск некий погодных условий Но всегда все равно на это идем Тем более в этом году День космонавтики еще наслоил Наш личный праздник нашего музея Десятилетие открытия музея Так что, конечно, все активно Ну и надо сказать, что 10 лет Вот уж если я коснулась десятилетия Все равно сейчас анализирую, готовлю доклады Смотрю итоги Конечно, очень активно И пока еще, ну, закон физики вверх-вниз, пока еще идем кверху, конечно. Да, пока набираем рост и темп развития. Популярнее становимся, растет наш, конечно, так скажем, имидж, и наше имя растет. Уже известно во многих городах, и даже за пределами России, слава богу, известно. Есть очень много предложений. Но сейчас ближайший праздник, конечно, 12 апреля, он для нас самый главный. Я вообще считаю, что он, конечно, наряду всех наших российских праздников, конечно же, День Победы, День Космонавтики. Это, наверное, самое-самое популярное искусство для меня и для многих людей, которые окружают меня. И вот в подтверждение ваших слов совсем недавно стоялась премьера фильма «Время первых». И артист, который исполнял роль космонавта Алексея Ирионова, Евгения Миронов, он приехал в Самару первым делом, как говорится. Именно отсюда стартовал этот показ, что очень приятно. И что подтверждает статус, да, Самары космической. Да, да. Скажите, пожалуйста, вы не видели еще этот фильм? Я не видела, к сожалению. Ходили мои сотрудники в полном восторге. Однозначно. Но обычно, когда уже выходит массовый прокат фильм, как это было про Гагарина, вот фильм не так давно, да, мы всем коллективом выбираем день и идем на просмотр этот фильм. Это двойной праздник такой для нас еще и поучительный. Ну, на самом деле, вот как бы взрослый человек, вот у нас один из таких, ну, все-таки критичных, не критичных, а критиков таких жестких, на самом деле, говорят, что эффекты великолепные, фильм великолепный. На самом деле, такие эмоции порождают очень положительные о стране, о нашей истории, конечно, о космической тематике. Да. И как вы привлекаете, вы говорите, что вы становитесь все более популярными, как вы общественность привлекаете? Я вот недавно на вашем сайте прочитала, что у вас был проект, акция, скорее, покрась метр бордюра. И мне показалось, что, ну, в сравнении с космосом... Это великолепная акция. Это что-то такое. Все чаще и чаще обращаются ко мне просто горожане, даже не какие-то организации, а просто горожане для проведения каких-то акций. Например, вот это как раз получилось 8 апреля, у нас теперь уже традиционный автопробег ретро-машин. Вот они выехали на нашу площадку. Конечно же, мы организовали солнечный день, как вы понимаете. Их была такая встреча великолепная, друзей. А мы все равно каждый день готовимся. Вы знаете, что весь город готовится. Мы сейчас очень активно чистим город. На самом деле, к весне надо быть готовым. И пока еще снега много, а мы каждую среду, каждую субботу, конечно, чистим свою территорию всем учреждениям. Ну, и между ними тоже. Совпало. Я говорю, а почему бы не сделать этот праздник для всех? Я, когда открывала этот праздник небольшой, поприветствовала всех друзей, объявила о нашем десятилетии, немножко о наших планах рассказала. И почти экспромтор одевалась. Говорю, а сейчас еще объявляю акцию, которая называется «Покрась метр бордюра». Потому что, и знаете, эффект Том Сойера. То есть я объявила, что первый в запись уже есть мой внук. Это почти 5 лет моему внуку. Вот он первый имел честь, этот бордюр первый покрасить. И море детей, с ним, естественно, и родители присоединились. И вот эти кисточки, они, конечно, у нас как палочка передаточная в порох. Хоть бы было объявлять, что могу разрешить метр бордюра, покрасить за яблоко, как Том Сойера. То есть люди с удовольствием откликнулись. А потом, знаете, конечно, лишний повод, я как сама, очень люблю свою семью и семейные отношения, пообщаться с детям. Вот вы представляете, вы пришли с ребенком в музей или к музею, и у вас возможность вместе покрасить бордюр. Это же милейшее дело. У нас бордюры моментально были выкрашены, сколько можно. Дети были выкрашены тоже. Мамы очень мужественно все это вытерпели. Бабушки, дедушки и папа все участвовали сами в этой акции. Ну, прекрасно. Это свидетельствует еще раз об атмосфере приятной, которая у вас в музее. И здоровом авантюризме. Да, да, да. И то, что вас поддерживают горожане, тоже это очень важно. Я помню, что вы приходили к нам в студию с проектом, очень вдохновленные. Понятно, что время сложное. Хотелось бы все-таки узнать, как будет он продвигаться, вот это расширение вашей территории, комплекса. Мы рассчитываем на это, потому что не так много, в общем, таких знаковых площадок, как наши. И, конечно, сейчас как-то точечно занимать их какими-то объектами случайными, либо даже если они имеют какую-то цель такую, конечно, значимую. Мне хотелось бы целостного видения этого участка и единого подхода ко всему. То есть рационально положить дорожки, где удобно людям, велосипедные дорожки. Все объекты, которые могли бы быть там, мало ли, что видим мы, ведь могут быть еще какие-то. Мы хотели бы слышать и мнение горожан в том числе, да, те, кто там живет. Ну и вообще есть профессиональный подход к этому делу. Вот, то есть надежда есть, потому что в 2016 году поддержал наш проект мэр города. Вот, я надеюсь, что 12 апреля мы опять вернемся к этой теме, потому что есть надежда, что он к нам придет в гости сегодня вот как раз. И обращусь, напомню о нас, ну я думаю, что сейчас на самом деле очень сложное время, понимаете. И финансирование мы знаем какое, и ситуации сейчас, конечно, срочно надо к ЧМу готовиться, первые очередные какие-то задачи есть. Но мы как бы не складываем руки даже с тем, что пройдет ЧМ, жизнь не остановится, и город будет развиваться. Главное, что планы есть. И относительно застройки, даже около вашей территории. Вот раньше ракета была устремлена в небо, и ничего не было, да. А сейчас вот дома, которые строятся за ракетой, и уже горожане, она отражается в этом доме. Вот, как вы смотрите? Я скажу свою точку зрения. Я сначала, я, во-первых, сразу сдерживаю себя в негативе, потому что вот представьте себе, что если бы вы были дольщиком в этом доме. Нет, понятно, да. Просто хочется узнать, не будет ли больше еще застройки вот этой территории, которая повредит вот какому-то восприятию. Я понимаю, каждый человек, который там вот получает квартиру, который к этому идет много лет, я их всех понимаю прекрасно. Поэтому ни в коем случае осуждать решение уже принято, решение компетентными органами, дома построены. Но нет худа без добра. Вы знаете, в планах нашего города есть застройка как раз дороги, которые, если вы помните, нашу территорию музея, между нами и Сбербанком. Да. Она выдвигается ближе к нам, проходит как раз через территорию партинга, который там есть, и инопланетян наши, если помните, летающая тарелка. Мы их переместим, не страдайте, мы найдем, куда их поставить. И она выходит здесь вот на улицу Скалова, прямо к Волге. Вот если вы будете ехать по Скалову, посмотрите, вот если уберется тот участок, который сейчас вот там мертвый, где метрострой, если он будет вычин, наширать это, опять будет на взлет на фоне неба. Да, да. Я вот просто, опять, как бы немножко подрастроилась в тот момент, когда дома все-таки начали застряивать. Но надо понимать, что мы живем в большом городе, надо идти на какие-то... Я бы хотела, чтобы она все время была на фоне неба. Но мы не единственные в мире, и ясно, что надо потесниться, и как бы жизнь такова. Да. И что касается вот тех объектов, ракеты, которые вы хотели установить, по-моему, спутник или что за такое? Спутник и самолет, это как бы вот эти два объекта номер один, да, самолет и спутник, по-прежнему директор Айакора Гусев как бы свое намерение подтверждает, самолет есть, нужна политическая воля, когда это решение будет принято, потому что есть мнение, что надо устанавливать самолет, например, в аэропорте Курумбыч, вот, есть мнение, что установить надо здесь, но решать, наверное, будет все-таки прежде всего городские власти. Ну, я надеюсь, что они обратят внимание на общественное мнение, и как бы там уже будет решение принято. Но там уже еще в проекте «Планетарий» меня удивило то, что как бы Олег Борисович очень как бы адекватно среагировал на это, потому что ясно, что вот я тоже хозяйственник, но только не в городе, а в своем учреждении, и дорогие проекты сейчас, ну, это как бы как утопия звучит, и «Планетарий» это, конечно, очень дорогой проект. Вот, он поддержал однозначно, и, на мой взгляд, это дальновидно, потому что, ну, нельзя как бы ограничиваться развитием города. Но сроки опять же не установлены. Нет, 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 очень трудно сейчас говорить о сроках, потому что вот даже вот к чем мы видим, что очень сложно там областным городским властям постоянно передвигаются сроки. Ясно, что это не по причине там какой-то халатности или желания-нежелания работать. Ну, просто вот свое, да, разрешение на то, что и поддержка, и подтверждение, это вы услышали, да? Да, это я услышала, и как бы вот это наше предложение как инструмент использовать международный как раз конкурс проектов с тем, чтобы привлечь к Самаре внимание, такой проект значимый сделать международный. Мы это услышали, вот. Я думаю, что просто, например, Олег Борисович тоже не хочет давать голосованные обещания, поэтому не говорит, да, завтра стартует. Надо объективно оценивать обстоятельства сегодняшнего дня, вот. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Да, когда мы говорим о статусе города как Самара Космическая, понятно, что не вы одни только продвигаете этот бренд, а кто, какие организации, структуры, предприятия входят вот в это объединение, холдинг, и как развивается? Все-таки этот статус нужно поддерживать, да, если мы просто голословно заявим, ничего об этом не изменится. Когда вы говорите, что не только музей продвигает статус Самара Космической, мне становится неловко немножко, потому что, честно говоря, почему наш музей появился? Потому что есть ряд предприятий, потому что город уже занимал очень весомую нишу в ракетостроении, да, в освоении космонавтики. И потом уже мы, и я себя чувствую немножко эгоистом, мы продвигаем. Да продвинут он был давно. Просто мы, может быть, стали больше говорить, ведь была жуткая секретность. Сейчас я считаю, что гораздо ярче уже говорят и те закрытые заводы о принадлежности, ну, как бы это уже общее. Да и возможности другие, сейчас интернет совершенно неограниченные возможности. Некоторые тайны уже невозможно удержать, а тем более на такой предмет гордится, конечно же. У меня не так давно был круглый стол, организованный наш музей. Он узнавался знакомиться с Самарой. Приглашены были Московский музей космонавтики, который около ВДНХ, скажу сейчас почему, и Питерский музей космонавтики, который прямо вот на территории Петропавловской крепости. Ну, в планах я специально не напрягала особо, потому что знаю, что такое поездка в другой город, и вот этот вот темп, который мы задаем нашим гостям, когда бежим, некогда поездить, некогда взглянуть по сторонам, это не совсем правильно. Поэтому я заложила в программу посещение нашего музея, туда, вы понимаете, что музейщик к музейщику, это пять часов прям вот, ну, надо отдать. А потом, представьте себе, они подъезжают, как и все, впрочем, под ракету, и нельзя не дать возможности им пофотографировать эту ракету. То есть себя, хотя ясно, что на сайте у нас можно все снимки взять, но вот это люди не могут удержаться. Мы посетили наш у Нины Васильевны Ивлевой теремок на улице Куевышу, около мэрии, знаете, да? Посетили банковский наш, Сбербанковский музей, но это по просьбе именно Сбербанк, потому что мы таких получились, три маститых музея, и мы как бы в качестве рекомендации, в общем-то, помогали. Вот, потому что у нас то опыт у всех, конечно, колоссальный, по сравнению с молодым музеем. Вот. На второй день мы пошли в «Прогресс», то есть, представляете, цех сборки? Да. Ну, представляете, после этого говорят, что Самара космическая, ну, как бы, это не приходится. Потом очень позитивно сходили в музей «Прогресс» тоже, и задержались очень долго, потому что обычно музейщиков не так интересует история, которую они, в принципе, очень многие знают, как какие-то инновации, вот которые у нас в музее есть, подход другой, да, к историям. Там прослушали все истории, были взаимные вопросы, потому что ведь известно, что «Прогресс» вообще изначально, это же завод московский, потом был эвакуирован. И вот эта предыстория была для них откровение, но только что не конспектировали, понимаете? Вот. И, в общем, такой хороший, до Толейца проехали, к сожалению, на ГЭС не попали, там пробка была очень большая, но Самару, ну, все равно же Грёвские горы, наша Волга, от которой у всех, конечно, вот просто спирает в горле, великолепная была поездка, не поездка, а встреча, вот, то есть, вот взгляд на Самару. И поэтому, вот, может быть, я вот иногда плоды, плодами чужие действия... Ну, вот поляризируйте, да, конечно, конечно, конечно. И не каждый завод приглашает к себе вообще на закрытые такие территории. Ну, у них немножко другие цели и задачи, поэтому у меня эта возможность есть, поэтому мы поляризируем так и ярко. Ну, естественно, все заводы, говорю, интернет. Мы знаем сейчас уже и лозунги все, и брендовые такое положение, то есть, мы знаем, что и к чьему готовимся, и наша ракета в центре нашей эмблемы, да, Самарской. Вот, то есть, оно уже не остановится от этого процесса. Вернусь к Москве, можно? Пожалуйста. Если уж мы говорим о десятилетии нашего музея, то есть, у нас ряд различных мероприятий, я вам говорила, что вот уже автопробег приурочили к нашему, естественно, 12 апреля День космонавтики, мы говорим о десятилетии, естественно, подводим итоги, сообщаем, показываем, рассказываем. Вот, через месяц, 15 мая, мы открываем выставку в Москве, как раз в музее космонавтики, нашу выставку «Космос не игрушки». К сожалению, придется закрыть ее здесь, одну выставку, вот нашу последнюю, которая тоже всех поражает абсолютно. Вот, мы оставляем там уже. Есть предложение после Москвы везти в Санкт-Петербург, возможно, она поедет туда, умоляют, приглашают. И переговоры с другими городами, не буду говорить, за границу, чтобы не сглазить не буду. Но это приятно, потому что авторские вот эти проекты, конечно же, они как уникальны, и как артефакты вот идут сейчас по стране пока, а потом, надеюсь, из границы тоже. Скажите, пожалуйста, насколько музей «Самарокосмический» тоже откликается на инновации? Вот, знаем, музей «Модерн», они очень работают в этом направлении, сильные такие достаточно. А у вас какие могут быть инновации? Что вы применяете? Ну, у нас же интерактивных много уже проектов, и каждый, в общем-то, проект, который, может быть, кроме последнего «Космос не игрушки», везде включает какой-то интерактивный такой авторский, небольшой, но модуль, которые обязательно внедрены. Вот на момент «Космос не игрушки» мы почему-то пришли к тому выводу, что надо остановиться немножко с инновациями такого рода, что игры в компьютере, там, виртуальные какие-то вещи, потому что все-таки музей, если взглянуть в наш устав, это хранение, сбор, хранение, популяризация, там, чуть-чуть демонстрация, в общем-то, сбор, накопление и предоставление это будущим поколениям. То есть мы не должны ограничиться своей жизнью. Вот. И мы сделали такой проект, вот «Космос не игрушки», который как раз он, именно без всякого интерактива и без виртуальных вещей. Но к новым технологиям, скажу, впереди, как бы я перечисляла, какие у нас до мая месяца планы, да, в июне месяце есть задание от администрации города Самара открыть выставку чемпионату мира по футболу. И планируется, что 14 июня, дай бог, чтобы все произошло, как мы планируем, вот, откроется вот эта выставка. А как связаны футбол и космос? Да нормально связано. У меня не укладывается пока в голове. Есть фотографии, где Гагарин с футбольным мячом, есть же фотографии, где на МКС, там наши космонавты с футбольным мячом, с нашим флагом, скрыли в совет. Ну и потом надо понимать, что все-таки у нас такая площадка передовая, очень большая посещаемость, и проходимость вот наших горожан, гостей, она позволит ознакомиться максимально большому количеству, числу, и то, что у нас и партинг в окружках хорошая, и в общем-то вся инфраструктура, и в центре города. Я думаю, именно поэтому была выбрана наша площадка, с тем, чтобы как можно шире представить свою часть нашего города в чемпионате мира по футболу. И вот там как раз инновации планируется, там есть, мы планируем и дополненную реальность, и виртуальные какие-то вещи. Я надеюсь, что все это случится, потому что, ну, я не самый грамотный в этом деле человек. Естественно, привлекаются фирмы профессиональные, но есть и места, где мы как Кулибина, группа людей, придумываем экспонат. Он, конечно, заманчивый, прям, ну, это всегда такой риск небольшой, но это такая интрига, но это очень интересно. Да, ну, это хорошо, что у вас такое желание. И вы правы, потому что действительно сейчас все можно связать с космосом. Вот что ни возьми, все как, каким-то образом, потому что все мы и живем-то, в принципе. Телефон есть у вас? Конечно. Вот космические технологии, имейте в виду. Цифровые сковородки. Это тоже пришло из-за своей космонавтики. И даже памперсы, честно говоря, тоже оттуда. Поэтому это, ну, это как бы, понимаете, вершина технических решений, инноваций. А туристов интересует вот ваш музей, который просто приезжает в город, в Самару, просто? Не задумываясь о том, что это Самар космический город, вот таких технологий. Да, да, да. Январь, февраль еще как-то более-менее затишье в силу там, ну, я думаю, что как раз погодных условий. Ну, вот с февраля начинаем март, вот сейчас апрель, и до конца года это, конечно, получится. Они посещают тоже, иногородние. Не, тоже, они посещают. Я думаю, знаете, вот даже эффект какой бывает, когда ко мне приходят по работе, сморчание. Я говорю, это был в нашем музее? Ой, говорит, ни разу не было. Я говорю, позор, позор, на самом деле это не позор. Дело в том, что к нам горожане идут в основном когда? Ну, если с детьми, то это понятно. В основном идут тогда, когда приезжают гости. Хочется показать лучшую сторону города, лучшие места, и тогда идут к нам. Поэтому, да, в основном все туристы через нас. И, ну, мы же очень, как бы, плотно работаем с департаментом туризма. И со всеми туристическими фирмами, и проходом, и теплоходом. Да, потому что еще в преддверии вот нашего вот грандиозного события, да, чемпионата мира по футболу, у вас такое ключевое тоже будет место и задач, наверное. Очень много. То есть, вот представьте себе знания иностранных языков. То есть, конечно же, все-таки обслуживают экспозицию, и люди уже взрослые. Да. А я должна научить их не на Тарабарском, так скажем, но задача-то есть. Все-таки минимальный уровень понимания английского языка, он необходим. Ну, если мы замахнулись на чемпионат мира, то надо, конечно, стремиться к этим вот мировым стандартам. Естественно, я надеюсь на волонтеров, но и самим не надо полошадь. Конечно, и среди них много очень задач, конечно. Хотя мы поставили уже аудио-дииды на русском, на английском, на немецком языке, это очень помогает работать, просто невероятно. Но этого недостаточно. Общение очень важно. Общение, оно всегда подкупает, и люди очень любят говорить, их надо еще слушать, умеется. И вот еще об общении, такая трагическая новость, ушел из жизни Георгий Гречко, космонавт, очень такой великодушный, добрый, открытый, отзывчивый человек. Я хотела у вас узнать, общались ли вы с ним? Я лично с ним была знакома. Были знакомы, какие у вас сложились они? Я приглашена на большую конференцию планетариев в Актюбинск, и в течение, наверное, 8 или 9 дней мы с ним тесно очень общались. Он, его супруга, великолепная пара. Я, конечно, Гречко и раньше видела по телевизору, он всегда был обаятелен, но я просто убедилась, что он в жизни абсолютно такой же. То есть он великолепен, великодушен, он был уже в возрасте в таком достаточно, это было, сейчас скажу, в каком, в 2011 году, если не ошибаюсь, в 2011. И тем не менее, абсолютно везде, то есть вы даже знаете, что очень показательно, когда мы в Актюбинске провели вот эту конференцию, она напряженная, естественно, везде он на передовом рубеже. Я понимаю, что не надо к нему приставать с тем, чтобы подпись взять, автограф. Пошла моя дочь, пошли мои сотрудники, и я все равно не выдержала, подошла. Он великодушно всем раздавал, как бы он себя не чувствовал, подпись, он со всеми общался, он всем улыбался своей великолепной улыбкой. Вот, мало того, когда вот мы в Актюбинске это активно провели время, мы поехали на Баканур, и 8 часов ночного времени мы в поезде ехали. На каждой станции, вы понимаете, что такое Казахстан, ну, наверное, вы бы тоже остановили бы гречку и кинулись в Славатус. На каждой станции остановка была, а там нет вот этих вот платформ, то есть ему приходилось сходить по ступенькам туда вниз, а там ведь одевали его в эти кафтаны, дарили кумыс, все вот такие чаны мяса. После первой станции он там все в вагоне, быстро все ко мне в купе. Мы выстроились с каждой своей тарелочкой, раздали мясо. На второй станции то же самое, пляшут, танцуют, одевают, наряжают, вот, кумыс с трехлитровыми банками и, ну, наверное, тазиками, нельзя сказать, что чашками мяса. И он опять быстренько все ко мне, мы говорим, мы уже не можем, а я могу, мы опять за мясом. У меня есть фотографии, где он с супругой сидит и наливают мне эти трехлитровые банки, как раз этот кумыс, он снимает беленькое, мы смеялись. Вот, то есть фотография у меня есть, и с ним он в кабинете висит, и когда мы с ним просто вот в обнимку стоим, великолепная пара вообще, великолепный человек, великодушный. И произошло так, что он простыл вот в этом поезде, когда он выходил туда-сюда, и он, в общем-то, ехал, я понимаю, что такое в этом возрасте, 10-дневное такое путешествие, а ведь приехать в Актюбинск очень тяжело, нет самолетов прямых, это на самом деле тяжелое путешествие для вообще людей, особенно для пожилых. Вот, он получил двухстороннее, по-моему, воспаление легких, но, в общем, его эвакуировали уже из Байконура, он не попал на взлет, на запуск каратеты. А ведь он рассказывал, что почему мы в молодости летали вот из Москвы на каждый запуск. Мы летали в обычных самолетах грузовых, как, я боюсь сейчас наврать, но, по-моему, он сказал грузовых, где не было сидений. И вот на этот металлический вот пол, что называется, внутри самолета, какие-то деревянные доски кидали, шинельку вдвоем, второй накрываясь, мы мерзли ужасно, в неприспособленных условиях летели, прилетали, открывали глаза и попадали только на запуск каратеты. И вот эти вот две минуты стоили того, чтобы ехать туда и ехать обратно. Ну и много, конечно, очень историй, как он говорит, когда ехали один раз на поезде оттуда, сидели, естественно, в плацкартном вагоне или даже сидячем, я не знаю, как это произошло тогда. Около нас много было людей, никто, естественно, не знал, что он космонавт, они не афишировали вообще, кто бы мог подумать, что рядом сидит космонавт в те годы. И сидела бабушка с внуком, и вдруг внук вот спрашивает, бабушка, а кто такие космонавты? А она говорит, знаешь, кто такие космонавты? Вот мы хлеб сейчас сидим и едим, а они едят пирожные. То есть, ну, они точно так же жили, как все советские люди, и не было у них пирожных с собой в поездке. Но он все это рассказывал, что он был человеком очень великодушный. И, конечно, вот эта вот лучезарность, которую по телевизору, ее нельзя сыграть, она была всегда при нем. Так что великолепная, светлая память ему, он прожил великолепную жизнь, с которой можно только позавидовать каждому из нас. Да. Ну и, конечно, хотелось бы еще услышать, о планах вы рассказали, но, может быть, о каких-то самых ближайших, и пригласить вот на то, что происходит сейчас у вас в данный момент, и условия, да? Это сказать, что все равно это платное посещение. Для кого-то, может, и бесплатное, да? Какую-то информацию дать горожанам? Я предлагаю сейчас уже все, в основном, вхожие на сайт, в смысле, в электронную почту и в интернет. Если в поисковике вы наберете просто «Самара космическая», первое, что появится, это, конечно, наш сайт. Там вы можете увидеть все условия приема, какие экспозиции работают. То есть вот временно сейчас у нас будут вычеркнуты из жизни, например, космосные игрушки. Вот, остальные работают. Смена будет на втором этаже выставки. То есть всю информацию можно там получить. Некоторые сведения о нашей сувенирной продукции у нас новая линейка появилась, очень интересная, да. Если нет возможности выйти к нам на сайт, то, пожалуйста, 263-39-35, можно узнать. То есть, конечно, для группы это обязательная запись, чтобы не наслоиться и не остаться. Не можем мы запустить 50 человек в музей, когда норматив 22. Это надо понимать. Не надо скандалить, не надо расстраиваться. Надо просто позвонить и записаться в свободное время. И для тех, кто приходит тоже, чтобы не попасть на санитарный день, который бывает раз в месяц, мы работаем и в субботу, и в воскресенье. Чуть суженный график, но работаем, потому что это самые популярные дни. Естественно, очень приятно с детьми всей семьей прийти в музей. Это как тот же самый бордюр, когда вдвоем красишь. А это в музее с семьей, это вот то интимное и важное отношение внутри семьи на высоком интеллектуальном уровне. Ой, как вы. Ну, так и есть. Хорошо сказали. Мне хотелось бы тоже развить немного вот эту тему космоса. Как вы ее сегодня ощущаете в жизни, в нашей, как она продвигается? Потому что вы вот погрузились в эту тему, и у вас другой взгляд все-таки, чем вот у обывателей, которые вот так вот как-то вот, ну, космос и космос. А вот что нового, как он влияет на нашу жизнь? Вы же для себя лично что нового открываете, и с чем вы с нами можете поделиться? Я в последние дни существую в рамках своих десятилетий, опять же. Я просто вот для того, чтобы, ну, как-то привести в порядок свои мысли, я сейчас залезла в планы и отчеты вот тех лет. Конечно, ну, разница с неба и земля, а в памяти сразу всплывает тот момент, когда ракету вообще поставили в Самаре. Вот вы не поверите, я работала в образовании, и я понятия не имела. Вот честно говорю, что Самара – это как бы настолько космический город. Засекречен всегда был. Вроде и стыдно, а с другой стороны, ну, и так было. Не рассказывали даже в семье. И когда поставили ракету, я проезжаю вдруг на трамвае, и так рассудка, и я думаю, а что здесь ракета делать? Ну, красиво, конечно. Я даже предполагать не могла, что, мало того, произошло все очень экстренно, то есть в декабре 2016 года меня назначили на эту должность, и под Новый год мне объявили, что 12 апреля 2007-го надо открыть музей. Что такое конец декабря? Не надо объяснять, да? Вы понимаете, что при такой задаче произошла абсолютно естественная смена коллектива, потому что цели задачи сменились, это обычное дело. «Пол января мы не работаем, и остается три с хвостиком месяца на то, чтобы открыть музей без денег». Да. Вот. И я вот вспомнила, что я с коробочкой конфет, к тому же Дмитриевичу Козлову, которая узнала, где живет, около подъезда, под Новый год, стою мерзну. Кто-то говорит, «Здрасте, Дмитриевич, кто-то говорит, Лена Кузина, вот директор музея». Ну, понятно, что я как бы уже там не первая была человек, и он посмотрел, я думаю, что он поверил. Он говорит, ладно, завтра к тебе приду. А завтра 1 января. Я, конечно, пришла, а его нет. Думаю, ну, наверное, старин тебя забыл. Ничего подобного. Звоню 3-го числа, там первый рабочий день тогда был, 3-го. 3-го. Я звоню, говорю, Дмитрий Ильич, вот вы... Он говорит, да не забыл, я забыл, что Новый год. Я не забыл, что к тебе завтра приду. И вот, конечно, если бы он не включился своим личным авторитетом, я вот сейчас, я просто тогда не понимала глобальной задачи, я понимаю сейчас, что я не смогла бы открыть музей. Но когда он своим личным авторитетом поднял все заводы, и всем миром, я всегда говорю, что музеи можно поднимать только всем миром. Эти проекты, как Парк Союз, можно только всем миром, когда и заводы, и администрации города, области, и мы на своих местах, и люди, когда мы поднимемся на это, он будет реализован. Так и музей, когда вот все заводы поднялись, да, мы смогли открыть музей. Где я спала, что я ела, я не помню в этот период, конечно, это было сумасшествие. Но музей был открыт, он работал 2 дня в неделю, потом 3 дня в неделю, сейчас мы вышли на полный. И за 10 лет, я просто смотрю цели и задачи тех лет, и, как я описала в отчете, какой я там приобрела экспонат, сейчас совершенно, конечно, другие уже глобальные масштабы. И, конечно, про космонавтику, те же сотрудники мои из образования приходят и говорят, Лена, а у тебя ведь все-таки образование, наверное, авиационного института? Я говорю, да нет, педагогического, но просто общаясь с людьми, которые работали вместе с Дмитриевичем Козловым, с Козловым 3 года, вот у меня посчастливилось общаться. Ну, не так близко, как сейчас, вот я с ветеранами, которых уже очень хорошо знаю, и они меня хорошо знают, мы зарекомендованы друг перед нами. Они-то для меня всегда были цветы окна, а я с Молиной. Спасибо, Елена Михайловна, за ваше участие в этом деле, за то, что вы сделали, за вашу заинтересованность. И то, что до сих пор вам это интересно, у вас блестят глаза, и от этого есть уверенность, что и гражданам будет намного лучше и интереснее. Спасибо. Спасибо вам за внимание. С Днем Космонавтики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова